мир тебе ты это величие болей у меня уже неделя как олово налили в этот самый живот раскаленные такие боли вообще ты знаешь тут вот в библии все горы они как бы символизируют учение и вот самое интересное мне вот однажды господь показал такое видение он как бы знаешь я увидел но это тогда еще было я увидел много-много гор вот одни горы как будто я так стою смотрю ну знаешь как в духе то есть не в теле а вот в духе как и вот горы такие везде одни горы одна выше другой я так смотрю думаю знаешь но я не понимаю что это такое и вдруг я смотрю на одну гору поднимается пастырь и он так поднимается на эту гору с таким наш способом железным встает на гору и все горы вот так вот ходуном как начали ходить нашу так как будто они как пьяные туда-сюда начали все вот а он один единственный на своей горе стоит и гора короче нашим стоит непоколебимо и вот я тогда этого не понял ну знаешь как вот это увидел все а сейчас вот когда все вот это все открывается я начинаю вот это понимать что господь тогда говорил что сокрушит все эти горы и гора господня она будет стоять и будет один как бы ну понимаешь да то есть все это вот что мы сейчас видно значит что самое страшное вот после нашего диалога с тобой очень много людей причем даже мои близкие они начали сомневаться не наш как не то что сомневаться начали мне видео скидывать такие про баптистов что-то не там такие свидетельства 7 сильные они где-то как живут они что же у них бога не то что же тогда чудеса такие происходит что там и ну там нашу я так смотрел посмотрел ради интереса и тоже задумался нам господи ну вроде да есть такое что соберет он злых и добрых да вот ну как бы не говорится что он соберет таких и таких это у меня как бы тоже я начал стопор такой входить и думаю а не превращаясь ли я сам такого знаешь в религиозного радикального ну понимаешь про чего говорю что вот я начал до такой степени отстаивают православие что я просто перестал не замечать добрых людей не то что не замечать а узнаешь вот как вот превращаться в такое ожесточение какое-то происходит что православие и и а с другой стороны вот и знаешь что пришло такое слово когда господь сказал в иудеев да сказал спасение для ты иудеев спасение как он правильно сказал от иудеев от иудеев то есть вот смотри и сейчас мессианские христиане и мне тоже такую знаешь это тоже наверное чья-то работа очень серьезно они сейчас христианство начинает очень серьезно мозг вымывать особенно протестантам харизматам и якобы мы евреи мы больше лучше вас зазнаем все эти писания то есть это нам было дано и господь якобы говорит что от иудеев спасение то есть а мы вот иудеи и нам это как бы школа саддукеев была школа фарисеев и есеев совершенно это три разных религиозно-философских школ и иосиф же флаве как саддукеи были еретиками ведь любой человек верующий в библию открывающие понимают что есть душа и жизнь после смерти есть воздаяние есть страшный суд который будет в конце они не верили в это ни во что но они были время саддукеи были это были преступные были те же самые евреи но так все равно получается вопрос задан правильно почему евреи распряли христа вы до этого в одной из передач нашей сказали что большевики евреев их нельзя считать евреями что они маргиналы что они подонки вот саддукеи такие же подонки давайте переставим евангелие дальше когда иисуса привели на площадь толпа кричала распни его распни но любой кто был в иерусалиме особенно в иерусалиме тех времен понимает что на той площади могло быть несколько тысяч человек не больше а все население иудеи по флавию составляла тогда полтора миллиона человек как же можно сказать что весь народ был за то чтобы его убить а если читать евангелие дальше что мы поймем куда бы иисус с учениками не приходил его весь еврейский народ встречал как благожелательно радостно к нему бежали люди к нему бежали ученики его прекрасно принимали он лечил людей делал добро его любил народ его не любила кучка подонков который распял его римской кознью что у евреев никогда не было распятым и из-за них тень пала на весь наш народ и знаешь что самое интересное я просто размышлял к чему господь так сказал сказал вроде бы иудеи дети дьявола до сборища сталинской и в то же время скалаты иудеев спасение да можно как бы сказать что вот отцы были да сейчас поймешь к чему я это говорю потому что это вот мы с тобой грубо говоря вот нашим с тобой последним диалогом разворошили очень серьезные гостиное гнездо очень серьезный я сам так ты не знаешь как я болел после этого то что мы с тобой меня такое состояние было как будто меня умертвить хотят просто знаешь вот до такой степени пресс такой был я просыпался как будто я мертвый из гроба встаю такой вот так просыпался два дня и и начал очень серьезные счетных братья и сестры начали вот эти вот присылать как бы а как же так а как же так а как же добрые люди что же они вроде тоже в христа верит у них чудеса такие происходят и знаешь начал на самом деле вот так размышлять просто очень серьезный вопрос очень серьезный вот это вот от иудеев спасение когда он сказал вот представь просто задумайся да если бы как они рассуждают все протестанты но возьмем всех их да объединим по данным названием протестанты свободные христиане если как они размышляют тогда бы господь он бы даже не пришел через иудейские вот это вот вероисповедание если вот но как они размышляют он бы пришел просто да сразу родился бы там день в галилее язычные языческие да язычникам ну родился бы сразу язычникам да пришел бы и навел бы там шорох и а тут нет понимаешь он исполнил все обетования то есть он исполнил все обетования и сказал что и даже в этом у знаешь а труд отцов исая и ремия языки а за что они страдали за что они боролись в этом винограднике да они можно сказать противостояли режимом их уничтожали и они вот это иудейское вероисповедание как у нас сейчас православным они его хранили понимаешь эту вид виноградник они их порой вины единицы были они там их и в колоды сажали их и в ямы кидали я вот знаешь об этом задумался и господь рай вот только из вот и он вышел из этого вот этот корень да и потом он как бы вышел плод вот этого всего и когда он виноградник передал вот эта передача это же не просто передача состоял и возьмем теперь у нас тоже самое вот мне один пишет а кто же спасется да и начал мне такими умными фразами узнаешь вот эти вот все послания апостолов вот он не пишет ими там такими возвышенными словесами и ты знаешь я ему написал просто я не знал я хочу ответить и написал простой ответ вот чем не напоминает протестанты сейчас это как те которым таланты когда раздали вот наши отцы наши отцы вот они уподобились тем же иса иеремия это злота уст василий великий да вот все 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 наши отцы и и ты понимаешь они стояли они хранили этот виноградник они боролись за все это и поэтому также можно сказать вот это вот жена да вот это облеченный в солнце родит младенца благодаря им это понимаешь чего это вот как сказать что вот то же самое что вот христос сказал да спасение в иудеях сейчас то же самое можно сказать спасение в православии потому что это плод который сейчас произойдет о чем мы говорили с тобой да вот этот вот плод который родится младенец владычество на рамен их его это благодаря православной церкви но если так рассуждать вот как они дают посмотрел лапку он в белоруссии да живет или где у нас в россии в сибири живет барнауль в сибири у них на это попроще я смотрю у них там у нас конечно тут жестко жестоко конечно у нас тут так давили с этими общинами православными тут и военные кордоны ставили тут вообще жестко нас давили в свое время и сектантами объявляли чуть-чуть скотину хотели вырезать выставили слава богу вот когда может лет пять шесть назад у нас же все государство хитро делает у нас объявили карантин я хочу сказать я да я слышал это не только у вас и по всей россии они причем делают под видом там каких-то этих болезней там каких-то уничтожать это у нас он и в Волгограде и под курском было тоже это самое я Хочу по первому вопросу. Все-таки, видишь, задумался, а тут глубина в чем? Видишь, если бы оно само по себе протестантизм, он раскололся бы, допустим, на баптистов, там, пятидесятников и адвентистов, и так бы и существовало, понимаешь, какие-нибудь три колена, три ветви вот такие, да? Ты посмотри, они делятся бесконечно. Сегодня чуть ли не каждый день организуются новые секты. Вот за последние, я не знаю, последние десять лет их существует, уже насчитывается больше тридцати тысяч образований всевозможных, а все разделяющееся оно не устоит, и надо по возможности останавливать. Вот он, Лапкин, занимается сектантами уже 50 лет, 54 года, вот, и там у него много интересных, как раз с протестантами и бесед и всего такого, и очень многое, многие приходят. Допустим, баптизм, это как бы родовая линия, у них передается, там они, баптисты есть в третьем, четвертом колене, понимаешь, я имею в виду из русских, вот, и большинство, можно сказать, они из них ничего не знают. Они знают, что есть такая церковь православная, где ненаученный народ, больше они ничего не знают. А то, что есть священство какое-то там, рукоположение, есть там Евховистия, они слыхом об этом не слыхивали никто. Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что они обвиняют православие все. Они во всех этих сектах, их можно сектами смело назвать, они чувствуют якобы духа святого. И с ними происходят такие, знаешь, заманчивые чудеса всякие там, но они не понимают того, что дьявол, он это все может делать очень легко и очень красиво. Он может являться, он может в виде, и эти демоны в виде ангелов могут являться. И может разыгрывать такие спектакли. Знаешь, вот на уровне чувств, что люди там рыдают, смотрят на все это, слушают, да? Он же не какой-то там, как думаешь, что вот... Вот я вчера смотрел, она говорит, я пришла и думал, это секта. А там так, говорит, о Боге хорошо, красиво говорят, и там Дух Святой. Понимаешь, в чем хитрость-то? И самое интересное, я вот так сидел и думал, а вы не задумывались, а почему тогда? Вот да, может быть, оно омертвелость у нас идет. У нас идет омертвелость, и это пророчество, это не избежать, но задумайтесь. Я понимаю, что легко вот так вот что-то, знаешь, для себя найти радость, утешение тебя, чтобы никто не прессовал, борьбы нету, да, все хорошо, Дух Святой тебя там. И вот знаешь, сегодня Псалон пришел, очень серьезный Псалон, я его сегодня даже прочувствовал. Как будто это Псалон, он с Духом почувствовал, что это вот сейчас наш Псалон, который мы должны читать вообще, 67-й. До воскреснет Бог. Но есть перевод, что до восстанет Бог, помнишь, да? Ну да, каждый день читаю. Да, и мне, кстати, старец тоже его говорил читать постоянно. И ты знаешь, а сегодня я прям его в такой силе почувствовал, как будто пришел ответ. Помнишь, у Ездры есть такой момент, но его очень многие, как бы, вот так вот раз и не читают. Они не хотят читать его, считают, что это ересь какая-то. Но они не понимают этого. Когда Ездра говорит, Иисус с людьми своими прибудет 300 лет, а потом умрет с людьми своими на земле. То есть, понимаешь, с этого момента начинается вот этот век уцепления. И вот этот псалом, я, конечно, сегодня читал, да воскреснет Бог. Да воскреснет. То есть, тут у нас да воскреснет. Понимаешь, в каком плане? Что он умер среди нас. Мы омертвели все. Не просто так же апостол Павел сказал, при гласе Архангела, мертвые воскреснут. Это он о нас говорил. О нас последних. И понимаешь, вот что самое интересное, люди не хотят этого принять. Они не хотят быть мертвыми во Христе. Им хочется почувствовать Духа Святого. Они говорят, ну как же, вот там Дух Святой, а у вас мертвячина. Да. У вас мертвая церковь. Вы идолопоклонники. Вы приходите, у вас даже Духа нет. А вам ни о чем не говорит, почему Антихрист хочет захватить храм. И как Бог в него войти. Вы только даже в этом задумайтесь, что ему, ему не нужны капища. Ему не нужно то, что он осквернил. Ему нужно то, что нам Господь доверил и дал. Понимаешь? Я об этом постоянно и говорю. Я вот говорю, если вас не волнует так православие, чего вы так печетесь? Они, вот по этому ролику мне тоже несколько, но они каждый день практически, протестанты, это самое, приходят. Вот, понимаешь? И они вот требуют какого-то ответа. Как будто им, знаешь, вот как будто что-то должны. Они как будто чувствуют за собой какую-то вину. Они уже просто избаловались чудесами. И избаловались. Вот представь, ты каждое воскресенье получаешь дозу наркотика. Такого, знаешь, наркотика усиленно действующего. И вдруг тебе, как вот у меня, я знаю, один очень близкий тоже брат мой, знакомый и брат. Он попытался уйти. И когда он пришел в православие, он начал пить. Потому что он потерял, как он думает, что он потерял вот этого Духа Святого. Понимаешь? То есть, а он просто потерял дозу наркотика. И они ему говорят, ну вот видишь, ты же вот видишь, какое православие оно. Оно мертвое, оно не спасает. И эти священники, что они тебе могут дать? Они тебе ничего не дадут. И он опять оказался там, понимаешь? Опять ушел туда. И опять прыгает, пляшет. И Дух Святой его каждый воскресенье закрывает. Брат, погоди. Тема какая? Ты говоришь просто, знаешь, о неопротестантизме. То есть, о радикализме, вот этом новом явлении. Вот мы, допустим, вообще его не рассматриваем. То есть, это чистое беснование. Вот. Я, допустим, если рассматриваю протестантизм, то в лице баптистов, но иногда пятидесятников, это те вот, которые от православия откололись. Это те, которые еще сохранили в себе зачаток учения. Они от православия откололись. Они откололись-то от... Это же все от ответвления католической церкви. Я имею в виду русские баптисты, они как бы вышли из православных. Нет, они от немецкие все. У них за ними стоят немцы. Немецкие... Стоят немцы, это их учителя. Но, понимаешь, они-то были когда-то православными. Это вот есть еще... Есть был такой старый журнал «Баптисты» еще. В интернете посмотри. Может, найдешь там еще баптисты такие с бородами, как православные все, знаешь. Еще в XIX век. Ну, то есть, они как раз вот только выходили. Тогда существовало еще где-то на дореволюционное время. Оно как раз и развивалось в России очень таким пышным цветом. Тогда в России-то еще приказали истреблять вот это все движение. Было много мучеников за веру среди них. Многие в тюрьмах сидели тогда. Да и после Великой Отечественной войны на них гонения сильные были. А это радикализм уже вообще новое. То есть, это уже забросили прям буквально вот, может быть, когда с 90-х годов к нам пришло. Нео-протестантизм, New Age, в общем, называется эта компания. Новая эра. Харизматы, я тебе скажу, они сейчас дают стране угля. У них там так серьезно сейчас. У них, я на лоне, ролики скидывают. Там вплоть до того, что, представляешь, вот я смотрю, реально вижу это притечи антихриста. Они прям реально готовят ему пришествие. Потому что сказано, что он как Бог, да, придет как Бог, как Христос будет пытаться поначалу. И самое интересное, что они, откровение книгу, у них же практически ее запрещено читать. То есть, потому что они так вот говорят, что это книга, которую, ну, только могут духовные вообще, то есть, личности ее трактовать. И то они даже сами якобы не понимают ее. А по сути, откровение, мы сейчас видим, она для нас очень серьезно открывается. Она показывает все, что с нами происходит вокруг. Прямо вот как на ладони. То есть, мы видим, да, все, что происходит, оно там и написано. И знаешь, что самое интересное? Реально видно, что вот там есть момент такой. Иоанн говорит, выйдут три, три жабы. Почему три, да? Вот как бы под видом Отца, Сына и Святого Духа. И будут вести брань чудесами и знамениями с избранными. И вот знаешь, мне когда начали вот эти близкие присылать вот эти видеоролики, там сейчас ходят вот ихние пророки, парализованные встают. Да, мы подходим к больнице, в которой сегодня сейчас будем служить. Иван, Иван, Джейк. Пошел с вами домой, сейчас, ты хочешь этого? Точно хочешь? Точно хочешь? Точно хочешь? Когда ты пойдешь, ты должен пойти. Для наших служений, люди, которые были полностью парализованы, поднимались. Понимаешь? Поэтому ты должен встать и пойти. Понял? Ты все хорошо понимаешь? Все хорошо. И меня понимаешь. Если что-то будет непонятно, ты скажешь. Хорошо? Отлично. Замечательно. Иисус Господь. Молодец, Джек. Молодец. Ты должен сейчас больше, больше двигаться. Ранами твоими. Я уже исцелен. Я уже исцелен. Я уже исцелен. В меня входит сила сейчас. Твоя Божья сила. Она сейчас действует. Да. Вошла сила в руки. Я могу сжимать руками. Давай силой. Сжимай. Молодец. Молодец. Все. Я хочу играть в футбол. Я хочу к своих детям сейчас. Ты теперь будешь самый счастливый человек на земле. Понял? Да. У тебя все проблемы решены уже. Иисус решил уже все проблемы на кресте. Понял? Слава Иисуса. Во имя Иисуса. Хауэллюя. Только в локтях держи. Держи в локтях. Давай, давай. Все мышцы напрягай. Напрягай. Мышцы напрягай. Хауэллюя. Да. Напрягай, напрягай все части тела. Двигай еще тазом. Тазом двигай. Тазом двигай всем телом. Нога напрягайся. Всем телом двигай. Напрягайся. Напрягайся. Давай, ты все рви в футбол. Все. Тебе пас. Глаза закрой. Глаза закрывай. Закрывай глаза. Все. Мы с тобой атакуем ворота. Я тебе пас даю. Давай, принимай. Пинай. Бей. Ну бей поворотом. Ну давай. Бей поворотом. Ну бей. Ногой бей. Правой ногой бей. Ну, удар в холм. Благослови отец ее. Молодец. Не говорит? Ну, ничего. Садись, садись. Держись, держись. Давай, держись, держись. Держись, держись. Ну, держись. 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 Хочете подоптить si ноги, но вы ее можете делать? Он чувствует их. Он двигает. Болит? Болит? А что рука, ноги? Зада. Зада болит. Да, на поле. Да, на поле. Давай. 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 Во имя Иисуса вся боль в спине пошла вон. Связываю, разрушаю боль. Смотри мне в глаза. Вы злые духи пошли вон из него. Всякая боль пошла вон. Полное исцеление, здоровье. Позвоночник выпрямись прямо сейчас. Выпрямись, позвоночник. Он исцелен. Все нервы прямо сейчас. Высловайтесь, исцелитесь. Прямо сейчас. Там, где вы растяните позвоночник. Позвоночник прямой. Позвоночник вон. Что? Не ходит по-моему. В каком месте будет? Они сборчевач, да. Они вот так вот ходят, вот так вот руки на улице на всех воскладывают. Духа святого якобы спускают. И вот что еще есть среди народа моего, Ава-Отче, и скромный Лаудес, и это искренний народ мой, Ава-Отче. Вот многие фадес, кереми лечение, замешанные в интернете, регатарагентус, контактах, ребедечение, и попали в эту ловушку, ребили хаудес, сатаны, ребили генту, ребили чемены, и не могут избавиться, ребятур фадес, орманы, элту, ребили чемены, лаудес, угалтар, хамены, генту, ребили чемены, поскольку нужно силы для этого, Ава-Отче, ремены, чемены, дабе освободиться, ребили гламен, а кто может освободить, Ава-Отче, ремены, глаудес, аминь. Взывайте, реберечаудес, ибо еще время есть, отвечающий Господь, на нужды, ребили Кламен и элфарамен, ибо я даю свободу, аминь, говорит Господь, Ава-Отче, но кто жаждет, тот получит, Ава-Отче, ребили Кламен, армены, глаудес, а есть те, которые только помешляют, но не жаждут, Ава-Отче, разве они могут освободиться, ребили Клаудес, о, ремены, глаудес, аминь. И, знаешь, что самое интересное, что православные начинают вот этим сейчас покупаться очень серьезно. Покупаться и покупаться тем, что говорят, а смотри, какие там чудеса происходят, а у нас ничего нету, а у нас, почему у нас вроде люди искренне в храм идут, и какая-то омертвелась, да, и ты знаешь, а может вы и радоваться должны, что Бог вас хранит. Вот у меня был один, знаешь, вот я когда пришел, это еще я только начинал входить в храм, у нас вот этого старца, а у него большой храм был там, такой, знаешь, большой храм, и вот я один раз приехал, захожу, и он был полный храм людей, а я захожу, и представляешь, вдруг вот так вот, раз я, люди как пропадают, я вижу поле пшеничное, вот прям поле пшеничное, и я такой смотрю, вот, и оно такое, знаешь, золотистое такое поле, и я все время думал, господи, а почему, а потому что вот в это лукавое время, вот в этой простоте, вот, у нас же, что в православии у людей, они просто верят, они, они, поэтому они такие доверчивые и наивные, они вот верят всякие, вот сейчас начинают, видишь, как использовать там, многие почему покупаются, потому что в православии это люди, они неискушенные, они, как бы, их может быть вот это и сохранил, вот почему он мне и показал вот это поле пшеничное. Ты помнишь, сказки, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, это вот русский простой дух, мужицкий такой, бабий. Ну да, потому что я тоже всегда думал, ну вот, как вот, вроде, понятно, что у меня, видишь, все это глобально было всегда, вот у меня даже тогда, помню, этот наставник, настоятель монастыря, когда я от харизматов тогда пришел, и он мне, знаешь, что сказал, он мне говорит, тебе, говорит, надо постигнуть простоту. Ты, говорит, слишком сильно измудрился. То есть оно не всегда, вот эти откровения и знания, они могут быть такими полезными, особенно если наставников нет таких опытных. Вот в православии оно, чем всегда и было богато, что там были наставники, которые путем собственной жизни, да, проб и ошибок учили дальше, как бы, своих учеников. Вот эта вот преемственность была. А тут вот, тут вот, приходишь, ну, чисто как вот, я не знаю, вот просто вспоминаю у них эти собрания. Ну, пришли все, посидели, знаешь, как кружки поинтересовались. Хорошо вроде на душе, поплясали, попели, там, помолились, за Бога пообщались. Да, хорошие люди собрались. Ну, а вроде в чем, вроде, да, такого вот плохого в этом, да, вот, ну, просто если зайти с другой стороны, как вот они задают вопрос. Ну, а что вот в этом плохого, что люди все добрые дела делают, Иисуса прославляют, фильмы снимают, людей якобы от пьянок, от наркоты спасают. Вот вроде бы, что в этом плохого, да? Мы же все вроде, как Господь сказал, говорит, кто, говорит, за нас, тот не против нас. Я думаю, ты знаешь, как дьявол потрудился? Вот в чем вот его такая самая страшная, вот почему вот тогда я вот эту тему про семиглавого дракона рассказал? Помнишь, дракон с семиголовами? Это же не просто змей древний. То есть вот этот эдемский змей, он же когда-то, вот представьте, вот эта мудрость, да, и вдруг она извратилась, и вот как семь вот этих светильников в церкви, да, семь церквей, у него вот эти семь голов, как бы, как охраняющие это, чтобы никто не вошел в этот храм. Ну, понимаешь, про что я говорю? Вот в эту благодать. Что если мы в последнее время не видим, что он и тут, как бы, является под видом Христа на земле, и все начинает, война, там написано, что война это будет брань чудесами и знамениями. То есть, и, а на небесах, наоборот, как бы, он присутствует в виде такого вот мудрой, такой лукавой, что даже третью часть ангелов, он уже не просто, вот смотри, когда его сверг, да, архистратик Михаил, что произошло? Он хвостом своим, то есть ложью, она уже проросла в эту третью часть ангелов, в сердца их. Он их увлек за собой. То есть они вместе с ним, как вот просто, как цепью связанные попадали. Горе вам, живущий на земле, а горе-то в том, что... А у нас еще хлеще, он у нас как Бог приходит на землю. Понимаешь, горе в чем? Горе вам, живущий на земле, что он в ярости, он как Бог к нам войдет. Он войдет, как Иисус Христос. И все думают, да мы его, все думают, мы начитались, мы все знаем, мы вам его увидим. А сказано, что почти единицы его смогут только этого. Это, помнишь, Трештанская, как песок морской, да? А всего лишь... То есть это какая силища, вот, одурманивающая. И мы, в принципе, это видим сейчас. Мы видим, потому что миллионы вот этих протестантов, они уже под колпаком этого духа. То есть он как начинает входить, невидимо еще, да? А они уже под воздействием этой силы, вот этих лжечудес, вот этих всех. И задуматься, Господь, зная, что будет такое темное страшное время, почему он храм, как маяк, в любом случае поставил бы. Вот как он сказал, говорит, закон, как где-то водитель. То есть закон, получается, он как, который вот так вот закрывает в скорлупке. Он хранит в этом гнезде. И получается, кто из этого закона выходит, из этого храма, его сразу уносят в это течение. Вот Иудеев, да, Иудеев? У них храм был. И в этом храме какие святыни хранились? Жезла Аарона, хлебоприложения. Семи свеч. То есть, смотри, я просто, ну это может просто мои мысли такие, но я просто над этим размышлял. У них, в ихнем храме, у них хранились, то есть, как это сказать, все, что принадлежит священству. Небесному. То есть, у нас, получается, наш храм, в наш храм вошел уже сам первосвященник Небесный. Как бы проще это мысль нанести. То есть, смотри, они были, у них в ихнем храме хранилось, почему туда и никто не мог входить, да, только один раз в год первосвященник в этот алтарь заходил, святой и святый. А ты представляешь, у нас до какой степени вот эта полнота пришла, почему они стали заходить в этот алтарь? А потому что сам первосвященник пришел, который присутствует там, который, можно сказать, своей храминой, вот это то, что они не могли войти и воспринять, потому что они просто не смогли рядом присутствовать, он стал этой живой храминой, вот этого духа, который иудеи... Понимаешь, про чем я говорю, да? И Господь в наш храм вошел как живой, просто мы как бы его... Мы знаем, что он в алтаре службу служит, в православном храме, в алтаре сам Христос присутствует во всех вот таинствах, которые происходят, он как первосвященник. И почему у нас образы, вот все иконы, это как понимаешь, что они все вот эти святые, все эти ангельские чины, которые удостоились, да, благодаря Христу, они тоже на эту службу с небес пришли к нам в храм. Они все незримым образом присутствуют перед духами своими. И не было бы по-другому, потому что какие темные времена человечество прошло, да, средневековые, представляешь, если бы были такие свободные христиане, то какие бы, сейчас бы секты такие были, это вообще умом непостижимы, какие бы секты были. Сейчас бы вообще Бога на земле не было, сейчас бы такие были бы, типа, буддийских монастырей, только под видом Христа, там, или еще кого-то, да, их были бы миллионы, если вот как они вот, да, вот рассуждают там, вот, начитался ты Евангелие и понеслось. И поэтому я думаю, что Господь, вот это вот, у него очень, он также передал нам виноградник, передал вот этот закон, но уже полной благодати и истины. Установил священство, и опять нам все это дано, как где-то водитель, зная, какие темные и страшные времена надгудутся на человечество. Потому что, если сказано о нас последних, что будет такая година искушения, что такого никогда в истории человечества не было, и неужели, если у них такого не было, да, но у них храм был, как где-то водитель, который хранил их от этого времени, а нас бы отпустил, вот так вот, идите, донать вам флаг свободы, идите вперед, идите. Ну, это бы нелогично просто даже было. Просто то, что сейчас происходит, я просто пошел в один храм, я почему сегодня расстроился очень серьезно, да, думаю, господи, вроде... Сегодня ходил? Нет, до этого пошел в храм, и вроде священник такой хороший, да, вроде все, знаешь, причастился, и чувствую, меня так стошнило, думал, это... Ну, думаю, наверное, я недостойно приступил, и думаю, надо построже попаститься, и потом пойти прям строго, все еще строже. Что ты думаешь, мне сейчас сестра звонит и говорит, вот ты меня уговорил в этот храм пойти? Я позвала священников, она там схемонахиню ухаживает, хорошая такая схемонахиня, я к ним в гости к ним приезжал, там от одного присутствия, я тебе говорю, бесы отпрыгивают, такая сильная схемонахиня. Но она не разговаривает, там в молитве сидит. И еще, наверное, и вот, короче, я на сестра призвала к ним священника, бабушка исповедователь, и причастить. И она говорит, я, говорит, ушла в воду там что-то греть, я, он их причастил. А сделал, говорит, это все, видать, как-то по-своему, я, говорит, не запрос, ну, мир не был, меняет, и, говорит, они представляют, всю ночь бесновались. Там, говорит, караул, я, говорит, всю ночь, я думал, выксуматься, у них глаза на лоб, они там бесновались, орут, короче. Глаза на лоб, я, говорит, как-то и молиться. Вот ты сам себе противоречишь, как опять идти, да, а бы куда не пойдешь. Ну, сегодня расстроился вообще, говорит, да это, это, и я уже, я говорю, господи, да что же это такое вообще? Знаешь, ведь вот я к началу беседы вернусь, когда ты начал вроде как жалеть, да, вот сегодня я в Корее, вот опять же, это нью-эйдж, сегодня, представишь, Корея, вообще, нерелигиозная страна, за последние вот несколько, два-три года, там уже около ста или ста пятидесяти миллионов, вот таких вот неопротестантов, ими наполняется весь мир, смотри, они наполняются, а нас все меньше и меньше, меньше и меньше, малое стадо, и тут непонятно, кого жалеть-то надо. Ну, не знаю, я вот верю, я, что господь вмешается, просто вот вмешается, и просто, наверное, надо все-таки еще стоять, и... Вот я последние сколько вот, года-полтора, ну, сектантами, так вплотную беседуешь, понимаешь, вопрос в том, кто чего ищет в этом мире, им Христос, по сути, не нужен. А у нас, ты заходишь в православный храм, да, у нас Христос на кресте висит, у них, посмотри, они сняли Христа, у них даже образа такого нету, наша вера, она жертвенная, да, мы постоянно ущемить себя ищем, баптизм тоже тот же самый, я уже не говорю о харизматах, благосостоянии, утробе своей, в первую очередь, они не ищут пострадать за Христа. Ты не заметил, что они все стоят на одном месте в Евангелии? Знаешь, в каком плане я заметил? Вот, почему я тебе в начале темы нашей сказал, вот разговора, что, это, почему я уподобил наших святых, отцов православной церкви, уподобил как раз тем, которые умножили таланты, то есть, ты понимаешь, они взяли вот этот талант, Евангелие, один или два там таланты, или три, и у них он так же и остался, они, знаешь, как тебе сказать, они его просто красиво рассказывают, А когда ты читаешь наших святых, ты понимаешь, что они умножили, они наполнили премудростью, они, они так, розетта, вот как и Златоуст говорит, он говорит, мы раздробили слово, истолковали, то есть, наполнили, да, вот этой премудростью, для того, чтобы последующие наши, как бы, ну, кто будет православным, чтобы они еще больше его умножили, то есть, ты понимаешь, у них нету так, что вот они взяли, и вот цитаты этих апостолов, потому что, ты вот заметь, все протестанты, они чисто на цитатах сидят, у них этот талант, как вот они взяли его, он у них так и остался, я у одного православного, знаешь, там нашел, там, фильм американский, там, ой, да, до слез, да, прямо, про ангела, который на землю пришел, вроде, так все так красиво, ты понимаешь, что на уровне чувств, там прям плакать хочется, да меня так будет, они все это на уровне чувств делают, духовность, да, то есть, не на уровне духа, на уровне чувств, они тебе, просто как на глаза, намазывают, вот этого ослепли, ослепить, потому что, вот я чувствую, какая-то омертвелость, вот, такие, значит, остальные люди, которые рассказывают о Христе, то есть, я духу в них не чувствую, но они это все, так знаешь, с такой прелестю какой-то накидную, то есть прелесть как нашу пытаются тебя прелестить потому что читают если бы я не читал святых отцов я бы этого не увидел никогда и вот один не написал я ему знаешь так бегаю друг мой вот я встречал и свидетелей голы и баптистов и пятидесятников и харизматов и все они вот как ты мне такими цитатами красивыми умеют говорить они все умеют и они очень красиво могут это все но это всего лишь пустые слова из евангелия почему пустые не то что я хочу что-то против евангелия сказать они в их устах пустые господь сказал кто любит меня тот заповеди мои соблюдет правильно первая заповедь люби господа всем сердцем всем разумением все и всем помыслами своими да если ты любишь коль мы находимся по плоти мы плотские Вот пока еще Мы доказываем друг другу любовь делами Ему доказываем любовь и Так как мы по плоти находимся и господу можем доказать свою любовь по плоти а это чем Именно это именно украшая свой плоть доказываем будем Господу православие это четко прописано расписано все буквально протестанты напрочь отвергают это Сейчас знаешь, задумывайся, почему святые отцы сказали, что в последнее время будут спасаться только за то, что веру сохранят. Знаешь почему? Я вот сейчас тоже начал говорить, и для меня тоже дошло, знаешь, какой момент? Самое страшное то, что дьявол и извратил, то есть вот смотри, по сути бы, вот что в этом плохого, да? Они тоже, они говорят, а мы тоже соблюдаем заповеди, и мы тоже идем за Христом. Но при всем при этом присутствует какая-то очень серьезная прелесть, понимаешь, которая, как тебе сказать, вот какая-то подмена Христа произошла. Вот как будто дьявол, вот на протяжении двух тысяч лет этих, он чем занимался? Тем, что, как тебе сказать, извращал в католической церкви, он это как змеиное гнездо это сделал там, а уже когда подошел последний момент, когда нужно было, а тут эти змеи вот так выпорхнули все, хитрые, выползли. И вот эти начали плодить секты Христовы, понимаешь? То есть они же не, они не когда, они выползли, когда? Они выползли практически под последнее время, да? Начали выползать, как это, за сто, за двести лет. В последнее столетие этого и происходит. Такого еще двести лет назад было, может, три секты какие-то. А самое интересное, я одному говорю, а ты знаешь, я говорю, ты хоть понимаешь, что благодаря чему вот вы читаете Библию? Благодаря кому? Благодаря православным, которые сохранили это слово. Ну, они, видишь, многие признают это. Ну и что? А это было, они, видишь, как говорят, что раньше, да, были благочестивые, знающие православные, а сегодня православная церковь мертвая, она поклоняется только этому, а по делам там, духа там нет святого. Ну, мы взяли от них, мы почитаем тех, да. Но не вас. Самое страшное, знаешь, в чем? Что вот сейчас все это разгулялось, как в такой, знаешь, вот у них понеслось, а вот иудеи, как будто они вот на самом деле всю эту духовную политику, вот прям реально, прям, знаешь, вот вслуги антихриста, они мало того, что там контролируют все эти движения, во главе всех вот стоят, ну, это уже не секрет, над свидетелями иголы они стоят, над харизматами они стоят, потому что там американские банкиры за всем этим стоят, а сам понимаешь, откуда банкиры идут. И, но в противовес, вот, понимаешь, мы, вот у нас взять простых людей, что они видят, да? Они видят тут вроде, ну, как она говорит, я зашла, а там, там так о боге говорят. А тут, понимаешь, иудеи захватили и показывают тут же сами про себя ролики, вот такого толстого священника в цепях золотых, пьяного, в джипе, и говорят, а вот смотрите православие. Понимаешь? И на этом фоне, как это выглядит. Объясняю, что, вы поймите, что, вот у меня старец, он уже еще в свое время говорил, он говорит, 80% это жиды, священники. Ну, или ставленькие. И, соответственно, вот это малое количество настоящих священников на их фоне, да? Их, вот, я у нас, помню, там был хороший батюшка, вот такой душевный, там, не душевный, а духовный. А его постоянно в глубинке куда-нибудь ссылали. Подальше куда-нибудь, в какую-то глухую деревню, понимаешь, туда вот, и там служи, сюда не лезь. Потому что он не стяжает, а, и, соответственно, им мешает в их системе. То есть, ему надо трудиться, и получается, что вот такие бескорыстники, бессеребненькие, их, они, они не это, они в этом механизме, они просто... Два или три года назад священник один звонил, ну, к теме то, что ты, что не терпит таких. Причем, ну, отказался просто, он пришел, говорит, я не буду за треба брать деньги, ни за крещение, ни за что вообще. И все, и за штат отправили. Не дают сейчас таким вот священникам. А еще один у нас в Воронеже, ну, батюшка, он, это, он меня причащал несколько лет, лет восемь, наверное. Потом пример приводит. Один, говорит, приходит сегодня на этом. Он в храме объявляет, так, завтра едем все к ладыке. А они все спрашивают, а что, зачем едем-то? Завтра ладыка. Мастер-класс будет показывать кистью на батике будет, что-то там рисовать, понимаешь. Я говорю, батюшка, ну, а проповедуйте хоть, ходите и слово несете. Он говорит, а проповедуем сегодня на Пасху, на площади будем ставить палатки эти, открытки продавать или что-то, яйца крашены. Слово вообще не несется, не говорят, людей не учат. А я у него спрашиваю, а что не учите-то, почему не учите? А он говорит, а люди не готовы принимать слово. Люди не готовы слушать. Люди не за этим приходят. Их с одной стороны тоже можно понять. Те, которые ищут, они в секту уходят, которые ищут живого слова. А тем, которым вот так вот записочки и тому подобное, им этого хватает. Что батюшка скажет, так и есть. Должно быть проповедное Евангелие, да? Вот последнее Евангелие, я думаю, оно поприще. Вот это и есть в интернете сегодня. Сегодня сколько проповедников выходит. Я вот каждый раз тоже, ну, я сам недавно, только вот, четвертый год как бы, и, ну, с Лапкиным тоже мы там потрудились. Это самое, помогал ему. Вот, и каждый раз вот выходит, какая радость. Я вот тебя тоже увидел. Я так быстрее всем, ну, блин, новый брат появился. Понимаешь, такая радость. Ну, конечно, таких вот сейчас появляются, которые вне, как бы, вне конфессии, вне любых этих динаминаций, понимаешь. И именно это и проповедует то, что отходите, выходите. Вот мой наставник, да, он, он сказал так, еще в то время, это когда, если бы мы это об этом говорили, нас бы тогда, наверное, камнями закидали. Потому что я и сам любил его слушать, да, этого Осипа. А когда мы пришли к старцу, он сказал, это враг, его нельзя слушать. То есть, а это человек, который никогда бы просто так, вот, таких слов бы просто не сказал. Вот он сказал так об Осипове. Ну, подожди, а он чем, что он, когда Осип говорил, чем он мотивирует его враждебность? Ты знаешь, он сказал, что, он сказал, что его специально поставили. Лапкин говорит тоже, он заслонник масонский, говорит, он масон. И ты знаешь, сейчас этот, про него Масленников, вот этот Сергей Михайлович Масленников, слышал? Ну, конечно. Он про него тоже сказал, он такие откровения про него открыл, вот, что, как его поставили, что сразу, и тут могли даже сослание священников брать, если бы хоть одно слово на Осипову сказал. Ну, реально чувствуется, вот, как патриарха кто-то поставил, так и его кто-то поставил. Вот знаешь, как, это вот как Египет, в котором расставили своих жрецов, чтобы контролировать это духовное рабство. Понимаешь? Не зря же Исаия нас египтянами назвал. Вот мне сегодня, сегодня брат один там, из Киева присылает ролик, говорит, посмотри на 12-й минуте, но и патриарх Року папе целует. Я говорю, ты как будто первый день на свет народился. Я говорю, ты весь мир уже давно видел, он, а у него волна жыкается, как это, как это может быть, понимаешь? А он первый раз увидел, в шоке. А мы уж привыкли к этому, да? Целует, да, целует. А вот так, я и сам задумался по-новому, знаешь, да, представь. Ну, это ж папа его, а что? И Алексей тоже там был. Да. Тоже там они целовались, обнимались. Не удивлюсь, что они их поставили над нами. Ну, а как иначе, если он руку целует, если он ему руку целует, значит он отец его. А ты видел фотографию, где папа целует руку Рокфеллеру, Рошальду? Да, я выставлял эти фотографии в своих там роликах. Вот и, ну, видишь, череда с этих, цепочка-то, куда ведет? С тех этих, к самым настоящим папам, кто над ними все встает. Ну, вот она, видишь, я тоже, как бы, тоже, знаешь, вот так мечется сознание, ну, облудница, да, вот, понять хочется вроде, централизировать, где она, где она, ну, хочется узнать ее. А она, посмотри-ка, насколько у нее, она многолекая такая, где ее не определишь просто так. Ты знаешь, откуда ответ, ответ, откуда может прийти? Вот задумайся, кто ей дал силу? Зверь. То есть, по сути, вот этот зверь, он ее посадил, да, на эти горы, на эти холмы? И там есть такой момент, что зверь пожрет ее, да? Там вроде есть такой момент, что ее пожрет зверь. А вот задумайся. Ну, что-то такое. Вот, чисто логически, я просто над этим размышлял, что он может пожрать. Лжерелигию он пожрать не будет. А вот, что может сыграть роковую роль в человечестве сейчас, вот, задумайся. Вот, если зверь пожрет сейчас цивилизацию, разрушит вот эти комфортные квартиры, дома, газ, свет, воду. Представляешь, в каких чудовищ попревращаются рабы всей этой системы? Вот, задумайся. Я уже, а это и предрекают, вот, и причем, говорят, что в семнадцатом году это будет. Начни сейчас опять взрывать дома, как вот в девяностые годы, в Болгодонске, там, в Москве, да, вот, создай его, хаос такой, воду, свет, в трубе. Вот и получается, если цивилизацию сейчас перекрыть, умертвить, сожрать ее, и сразу явит лицо, вся эта, это, вот, все человечество, кто есть кто. Ну, сейчас забери у всех вот это. Все. Понимаешь? Хаос, всемирный хаос. Да, дух зверя сразу себя покажет. Магазины закрываются в один день, закроются мгновенно, запасов у людей ноль вообще. Представляешь, что начнется каннибализм, начнется буквально первый месяц. Поэтому больше можно сослаться, что это на самом деле цивилизация. И смотри, самое интересное, возьмем от самого начала. Когда Каин убил Авеля, а он его жертвенно убил, какой ему был этот дьявол, дал знание? Что он сделал? Он начал, это же от него пошло, он начал строить города, его потомки. То есть, вот тут вот и задумайся, что дьявол ему дал знание, как... То есть, через его, то есть, через своего, он, по сути, стал адептом дьявола. И он начал воплощать в жизнь дело своего бога, которому он принес жертву Авеля. То есть, он начал строить цивилизацию, города. То есть, вот эту тюрьму каменную. Потому что сыны божии где жили? Они жили всегда в степях, со скотиной в шатрах. И были... Причем Авраама, да, берем? Он вроде в шатрах жил, а был самый богатый человек на земле. Он мог сегодня собраться и уехать в другое, да? Там, в сторону земного шара. И для него это как бы... Шатры собрал, скотину перегнал и все. У него дух был свободный. И в духе вроде свободы, и по плоти свобода, да? Чего больше желать, мы сами себя затащаем в эти каменные стены. Ну, сейчас в деревне даже интернет, пожалуйста. Все, все есть. Поставил там бойлер, воду нагревай, пожалуйста. Там туалет, унитаз себе теплый поставь, да? Интернет, холодильник. Ну, у тебя земля под боком. Плюс какой. Ты всегда можешь выйти, посадить, сорвать и сохранить, да? Чего-то, вот как этот говорит, воду сейчас перекроют, бачки смывутые. И все, друг на друга гадить будете. А зима, представь, отопление, если не будет. Ну, все, смерть. У меня-то вон, я печку затопил, у меня тепло дым. Да. Я сейчас лежу, 20 градусов мороза, у нас там эти окна отходят немного, и еле согрев. А ты замечу, что самое интересное, что Россия единственная страна, в которой вот эти иудеи-сатанисты под видом коллективизации разрушили сельское хозяйство. Они, по сути, оторвали русского человека от земли. Да. А они не просто так это делают. Они до сих пор это уничтожают. Вот у нас где, вот взять Краснодарский край, да, жительница России. По телевизору показуху показывают, там какого-то фермера губернаторского, одного там, второго, третьего. А простые люди-то, они боятся скотину, потому что знают, что завтра придут куру уничтожат, а послезавтра придут куру уничтожат. То есть до сих пор, понимаешь, такое жесткое это идет. То есть, и это не просто так. Это, понимаешь, все и делают марионеткой губернатора, что якобы он там комплекс открыл с виной и в целях наживы все это делают. Но они этого не стесняются, они специально такую информацию. А под этим-то я людям объясняю, вы понимаете, что это просто кукла, это афиша. Это чтобы скрыть настоящее, то, что они хотят сделать. Потому что они с 17-го года над этим трудятся. И они не просто так над этим трудятся. Это о чем говорит? Это еще раз говорит о том, что вот это откровение, что земля откроет уста свои. И они знают, где она откроет уста свои. Они в этом месте и собрались. И знаешь, что самое интересное, что у Иова, многострадального, есть такое откровение, оно вот, я говорю, у Иова вообще, у него почти на всю Библию есть ключи. Такие серьезные духовные. Он говорит, там, где растет хлеб, земля как бы изрыта огнем. А он про духовный хлеб говорит. Понимаешь, про чем я говорю? То есть, вот там, где народ должен вот этот плод урожать. Понимаешь? В России. И они же чувствуют сатанисты. Они не просто так революцию делают. Это не только Россия, брат. Это еще можно к другим славянским странам отнести тоже. Я имею в виду вообще, вот это вот, да. Потому что они и Сербию уничтожали, видишь, как жестко уничтожали и Грецы. И Болгарии, и Греции. У нас они особо прям трудились. Особо. Они даже у нас, видишь, и всю страну заковали этими звездами, этими улицами, этим демонизмом, то есть поклонением. У нас, по сути, страна, 70 лет, или сколько, сейчас уже 100 лет, поклонялась. Тут над нами один посмеялся, говорит, вот два чудика о Доме Бога, говорит, ну, что мы такие, знаешь, это, ну, у нас же как все привыкли считать, что православные, такие, знаешь, закостеневшие умом, что мы с тобой взяли и Бога, как бы, поместили, вот что, вот это его дом, православная церковь. Понимаешь, вот, или нас невнимательно слушают, мы сказали, как, домом молитва наречется, да, и один говорит, ты знаешь, что там Бог живет вот в такой-то системе, я говорю, это с чего ты взял вообще такую чушь, где вообще Бог живет, вот он мне говорит, а как ты считаешь вообще, вот, он говорит, ну, на небесах там, да, я говорю, нет, он даже на небесах, у него на небесах престол стоит, понимаешь, что вся вселенная он построил, как царский дворец, вот небо, земля, вот это все, это как царский дворец, и поставил престолство на небесах, для того, чтобы туда посадить наследие, да, вот это свое, человек, знаешь, какая честь, вот мы его все, мироздание, а вопрос такой, а где живет Бог, они говорят, но он живет в сердце человека, он в сердце человека стучится, стою, еще древние говорили, вот ты задумайся, ничего не было, вообще ничего не было, а Бог уже был, поэтому это о чем говорит, мы не знаем, где он живет, но он не был бездомным духом, а то, представляешь, какая-то сирота казанская решила вселенную построить, да, ну глупо же, ну просто вот задумывайся, как же мысли его, мысли, у него даже понимания такого нет, живет, он вообще нигде не, зачем ему жить, он самодостаточен, даже пророки говорили, что его обитание превыше небес, это о чем говорит, что он на небесах поставил престол, это он для нас сотворил все вот это вот, как царский дворец, небо, земля, вселенная, ту вселенную, которую мы видим, это всего лишь как тебе сказать, как шатер, а внутренние пределы его в этой вселенной, то есть еще есть такая вселенная, которая внутри этой вселенной духовной, представляешь, какое величие, если мы это не можем объять взглядом, а какая та, которая внутри, поистине, поистине, богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее, сей храм, который я построил, но призрена молитва раба твоего и до прошения его, «Господи, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте семьи». Субтитры создавал DimaTorzok